Спасибо, Владимир Владимирович. Уважаемые коллеги, нам почетно выступать на столь важном конверсе. Мы хирурги, мы не фармакологи, но, к сожалению, сейчас наша страна втянута в мощный конфликт международный, и хирургия в этом конфликте играет очень большую роль. В системе медицинского обеспечения военных действий всегда важное место отводилось этапному лечению. В свое время еще профессор Бомбик обосновал необходимость тесной связи лечебных мероприятий в единой системе и назвал это все этапным лечением. При оказании помощи раненым и пострадавшим выникает этап медицинской эвакуации. Из Советского Союза, из той достаточно мощной организации, нам осталось большое наследие, которое мы, к сожалению, не все смогли удержать, кое-что растеряем, но кое-что и добавили. Так вот, этап медицинской эвакуации, это сила и средства медицинской службы, это уже развернутся на путях эвакуации раненые для оказания им медицинской помощи. Различаются госпитальные этапы и госпитальные этапы. Вот то, что имеем мы на передовой, на поле боя, медицинский пункт батальона, медицинский пункт полка чуть дальше, то, что было раньше, и вот то, что сейчас у нас новое появилось, это военно-полевой госпиталь. Вид медицинской помощи и объем медицинской помощи, это опустим. Так вот, из вида медицинской помощи во все времена выделялась самая взаимопомощь на поле боя, то, что солдат может или офицер оказать себе сам, или сделать его товарищ. Дальше его подбирает сам инструктор или фельдшер. Далее первая врачебная помощь. Это классические этапы, которые были с Первой мировой войны. Вторая мировая, квалифицированная помощь, специализированная и высокоспециализированная помощь, которая оказывалась в госпиталях в силовой госпитальной башне. По видам медицинской помощи. В роте, на уровне роты оказывалась первая медицинская помощь, так это и сейчас происходит. Доброчебная фельдшерская на уровне батальона, первая врачебная помощь в уровне батальона полка и квалифицированная медицинская помощь начиналась где-то с уровня полка или даже армейского корпуса, то есть госпиталей, которые находились уже в тылу. Уж не говоря, а специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи. Почему я так застряю это внимание, мы постарались это изменить. Дальше вы поймете, как это мы постарались сделать. Я думаю, нам это удалось. Вот это то, что происходит сейчас. Это зона АТО, передовая. Дальше раненый вертолетом, вернее раненый собирается мобильными группами, оснащенными автоперевязочными и скорой помощи. На вертолетах доставляется в полевые госпиталя, которых у нас развернуто два. Я дальше покажу. И уже в этих полевых госпиталях мы оказываем элементы специализированной помощи. Вот эти госпиталя, вот зона АТО. Наши мобильные госпиталя расположены вот здесь, это в сектор А, то, что в районе Луганска. И вот здесь наш Одесский госпиталя, это Винницкий госпиталь. Наш Одесский госпиталь, передавая его в базу, развернута вот здесь, на границе Донецкой и Запорожской области, в сектор М, или в сектор Ц, как сейчас его называют. О, далее. Вот такая ситуация была у нас в состоянии на июнь. Вот такая у нас ситуация была в состоянии на июль. Вроде бы эта зона вся сокращалась, вроде бы мы освобождали нашу землю. А вот такая ситуация у нас стала на сентябрь, после событий под Иловайск. То есть все вернулось обратно, не в нашу пользу. Оружие АТО. То, что имеется у нас на вооружении, представлено на этом слайде. К сожалению, это не самое новое оружие. Армии в нашей стране не длилось достаточно внимания. И то, что мы имеем, это мы имеем то, что осталось после Советского Союза. Причем не самое новое. Не Д-80, даже не Д-72, а Д-64 в основном. Минометы, система ГРАД. Вот такие самолеты. Но это все есть и все работает. Средства индивидуальной защиты. Во все времена меч был впереди щита и мощнее щита. Бронежилет. Корсарк, бронежилет украинского производства, каска, щит. Вот здесь этот бронежилет пятого класса, который выдерживает спокойно пули Калашникова. Но он, к сожалению, пробивается снаперской винтовкой. Вот поврежденный бронежилет после применения гранатом. Краска, кевларовая краска, которая выдерживает дальнего расстояния, в общем-то, и пули осколки. Вот пробита тоже мощным ранящим снарядом. Бронежилетом мы уделяли большое внимание и постепенно у нас, в общем-то, все военнослужащие снабжены этим средством защиты. Вот так выглядит заброневая травма. То есть, когда осколок или снаряд попал в бронежилет, и вот в результате воздействия этих сил, в общем-то, у военнослужащего имеется ссадина и перелом одного-двухлёза. Если бы не было этого бронежилета, здесь бы была барыша и отвертка, и неизвестно, кто бы его дает туда нас. В очаге на поле боя, там их взаимопомощь. Каждый военнослужащий, естественно, у каждого военнослужащего имеется стрелковое оружие, как правило, с автоматом Калашникова. Вот таким образом ребята носят жгуты и индивидуальный перевязочный пакет, который замотан вот здесь под жгутом. Это обязательно. Вот так оказывается помощь индивидуальным перевязочным пакетам, которые при разворачивании, им можно закрыть отверстия в февральной полости при открытом панимодороксе. Первая врачебная помощь. Этот комплекс мероприятий мы постарались приблизить максимально по любой и создали так называемую модельную группу, которая включала в себя двух хирургов, анестезиолога, медсестра, фельдшер и водитель. Вот эта группа из 7-8 человек была оснащена вот такой автоперевязочной, в которой в общем-то можно было выполнять даже небольшие операции. Но в основном это автоперевязочная предназначена для оказания первой медицинской помощи, элементы которой мы дальше рассмотрим. Санитария заносит раненого в автоперевязочную, столб и самым образом разворачивается, все наступно устанавливается на операционный столб и после этого закорректируют для оказания помощи. Совершенно рабочая функционирующая единица и многие жили не удалось спасти благодаря этим мобильным группам. Вот так мобильная группа выглядит в реальных условиях. Вот этот автомобиль на базе КАЗ-66, вот эти так называемые крылья палатки сюда раненого заносят, здесь оказывают помощь, сюда уже его выносят. Это станки для сортировки поступающих раненых. А вот так эта автоперевязочная мобильная группа выглядела после применения системы залпового огня ГРАН. Наших ребят предупредили, что ожидается обстрел, они не успели снять противополадки, щиты, только успели выгнать автомобиль. Вот то, что осталось, к сожалению, от этой передовой мобильной группы. Вот так оно все в жизни бывает у меня. Неотложные действия первой врачей помощи. Вот что там в этих автоперевязочных оказывалось? Контроль за жгутами, которые были наложены на поле боя, устранение асфиксии, тракеостомии при необходимости, ну и так далее. Дальше пациент с помощью аэромобильного транспорта, а именно вертолета, доставлялся в наши полевые госпиталя, которые были и сейчас расположены порядка 80-100 километров от поля боя. Вот так выглядит этот мобильный госпиталь. Из особенностей оказания хирургической помощи в мобильных госпиталях, ну то есть что важно, это возможность массового поступления за короткий период времени, зависимость хирургических мероприятий от боевой и медико-тактической обстановки. Вот. Очень важно было, мы постарались приблизить специализированную помощь максимально близко к полю боя. В свое время пионером в приближении развитой помощи, а именно квалифицированной, был хирург Ларей Наполеона, в армии Наполеона. Он смог приблизить квалифицированную медицинскую помощь максимально близко к полю боя, создав летучие отряды медицинские. Мы постарались приблизить специализированную помощь, потому что вот на этих этапах медицинский пункт, башальона, полка, пока раненый доходил до госпиталя большого, где были специалисты узкие, которые могли оказать ему уже максимальную возможную объем помощи, было, терялось, критически терялось время. Поэтому наши мобильные госпиталя мы оснастили и аппаратурой, и специалистами, которые могли оказывать специализированную помощь. Значит, госпитальный этап. К элементам специализированной помощи относятся мероприятия, которые могут быть выполнены врачами-хирургами общего профиля с целью оказания исчерпывающей медицинской помощи. Но если у врача-специалистов, допустим, у травматолога, или у нейрохирурга, или у дракального хирурга нет специальной аппаратуры, в общем-то он остается общим хирургом. И кроме оказания элементов этой специализированной помощи, больше он сделать не может. А вот при оснащении, когда у сосудистого хирурга есть свои специальные зажимные инструменты, когда в нейрохирург приехал куда-то со своими инструментами хирургическими, вот тогда эта помощь называется специализированной, настоящая специализированная помощь. Так, это еще раз наша карта. Вот наши госпиталя мобильные. И вот в них мы старались максимально оказать ту помощь раненому исчерпывающему, чтобы на дальнейших этапах эвакуации из нашего госпиталя обычно раненый вертолётом выставлялся в Днепропетровск. Там мощное место на этом городе. И большое спасибо врачам всех больных города, которые принимают наших раненых, особенно в больнице Мечникова, потому что военный госпиталь в Днепропетровске у нас небольшой, он не смог оказать реально помощь в том объеме, которое необходимо было. Из Винницкого мобильного госпиталя на Харьков раненые доставлялись. И затем из Днепропетровска после их стабилизации и после уже на реабилитацию пациенты уже специальным воздушным транспортом или поездами доставляются уже в наши центральные военные госпиталя, которые находятся пока в Тулу. Одесса, Винница, Киев и глубокие пилоты Львов. Оснастили мы наш мобильный госпиталь. Постарались оснастить максимально современным оборудованием. И дальше я хочу остановиться на этапах оказания помощи полевым госпиталям. Вот так происходит поступление раненых. Вот этим автомобилем привезли раненых. То есть если не было необходимости раненым оказывать медицинскую помощь на поле боя в каком-то серьезном объеме, их привозили автомобилем. Если оказывалась помощь нашими мобильными группами, далее они сортировались на спектарных площадках и вертолетом доставлялись к нам. Время подлета 20 минут. Сортировка поступающих раненых сначала производилась на порту вертолета. Мы выделяли самых тяжелых. Они сразу поступали на противошоковую. Более-менее раненые их распределяли на соперничную площадку, где осматривали врачи-специалисты для определения очередности поступлений на венген и оказания дальнейшей помощи. Вот этот ассортированный вертолетик самый тяжкий раненый. И он сразу, минуя сортировочную площадку, сразу санитар доставляет противошоковую. Остальные раненые с этого порта, здесь где-то было порядка 25 раненых, остальные распределяются на сортировочную площадку, вот на станке Парловского. И здесь уже внимательно осматриваются специалистами для того, чтобы определить очередность оказания помощи. Потому что одновременно оказать помощь 25 раненым, и их нужно дооследовать, нужно сделать как минимум венгенографии для определения ранений, повреждений гостей, повреждения металлизации раненых, раненых снарядов. Среди раненых, слава богу, процентов 60-70 были легко ранены. Вот это ребята с оружием, они на взводе, они только с полевой, полчаса, час. Вот их всегда на сторонку сразу убирали, сразу старались их как-то успокоить, объяснить, что ребята, вы немножко ждете, потому что помощь оказывается там тяжелой. И мкофе, и чай, и так далее. То есть здесь вот вы видите. И сортировка на борту вертолетов мы немножко изменили старым правилам, когда применялись различные стикеры, наклейки, все. Мы сортировали людей на борту вертолетов, писав им номера. То есть самый опытный хирург уже на борту вертолетов, все в передней салоне, тяжелых противошоков. И вот тут стоит парень, у него же номер есть. И по этому номеру, и мы выполняли и рентгенографию, и анализы крови шли, и до, и в операционную он поступал с этим номером. А вот дальше уже, к эвакуации, через 4-6 часов, мы определяли их фамилии и присваивались уже фамилии. То есть от нас пациент эвакуировался уже под своей фамилией. Но если это делать сразу, это получается полнейшая неразбериха и бардак, потому что уход за документы, это без сознания, очень сложно. И вот этими номерами мы полностью систематизировали всю работу. Это очень удобно оказалось. Вот поступление раненых. Вот одна из машин, которая привозила раненых из Мариуполя. Вот говорят, что не стреляет по медицинским автомобилям. Ну вот она изрешечена насквозь вся. Это постепенно. Она рабочая, вот такая она ездила. Вот это медицинская карточка, называется форма 100. То, что оформляется на раненого после оказания медицинской помощи. Раненщий снаряд, локализация ранений и так далее. Сортировочная площадка. По сортировочной площадке раненые поступали в рентген-кабинет. Он вот здесь вот специальная машина. Установка рентгеновская. Плюс еще у нас была передвижная рентгеновская установка. Лист под навесом. В поле, в поле, в условиях военных действий, кроме рентгена, остальные спо-методы исследования не очень эффективны. Было у нас там и УЗИ, было у нас и фиброскопия, но применялось крайне редко. Потому что если в сутки поступает 40-50 раненых, то не до этого УЗИ. Рентгеном поснимал быстренько, разобрался, где какие кости, ребра, все. И дальше уже на операцию мы знали, что у этого пациента и как. В сложных случаях иногда применяли УЗИ. Фиброгастроскопии практически не применяли, потому что медико-тактическая обстановка этого не позволяла, к сожалению. Вот результаты работы рентгена. Вот, пожалуйста, все ясно. Тут не нужно никакого ни УЗИ, ничего. Ему анализ крови, в принципе, не нужен. Тут повреждения рук костей, огнестрельный перелом костей. По пульсу давления уже понимаешь, сколько у него гемоглобит. Если, конечно, нет повреждений магистральных сосудов, но это только 5-7%. Вот, тоже перелом огнестрельный. Вот так выглядела работа рентген кабинета. Вот с первой площадки раненый доставлялся санитарами рентген кабинет. Регистраторы девчата постоянно в ходе работы выясняли максимально данные про него, фамилия, имя, какая часть, родился, призвался. У кого это можно было сделать? Не у всех, к сожалению, можно было выяснить. Поэтому у кого это мы не выясняли, те, кто по номерам и дальше и шли до его площадки. спрашивали у его сослуживцев, друзей, а люди любят по бессознанию. Потому что это очень сложно, на самом деле. Вот здесь вот рентген выполняется, следующий ждет, подвижение. Самые тяжелые пациенты доставляли сразу в противошоковую. Вот номер, 66. К сожалению, ранение головы, если еще было, то написать не было. Написали на груди. В противошоках у нас было 4 стола операционных. Кровью противошокных мероприятий. Также здесь, на данном, выполняли небольшие операции, когда были заняты операционные. Операционных столов у нас было еще 6. Вот так выглядит работа перевязочной операционной. Вот раненый с огнестрельным ранением бедра, с огнестрельным осколочным переломом бедренной кости. Проводится ревизия. Вот это выходное отверстие. Входное небольшое. А выходное отверстие 1 раз в 5. За счет вторичных ранящих предметов. Осколки костей и так далее. Вот операция по поводу ранения живота с повреждением кишечника. Осколком полностью переломил. Вот тонкую кишку пришлось делать все выполнять. Вот осколок в кишке. Вот так застрял. Такое было. К сожалению, много было ребят, которые потеряли конечности. Здесь уже ничего не сделали. К сожалению, потерянная конечность. Слава Богу, что его товарищ наложил жгут на поле боя. И вот через 2 часа он к нам приехал. И он не потерял много крови, чтобы мы сняли жгут. Ранение внутренних органов с массивными кровотечениями. С массивными кровотечениями только удаление органа спасало этого раненого от смерти. Потому что почка, селезенка с мощнейшими кровотечениями, перевязка сосудов, удаление органа только так. Вот это то, что производилось в нашем полеволокоспитале. Вот это нечастое ранение. Это ранение пулевое из пистолета. Крайне редко мы его засняли, потому что все удивились даже. К сожалению, это артиллерийская война. Даже пулевых ранений обычных мы видели очень немного. Чаще всего это осколки снарядов, снарядов в мин. И вот та специализированная помощь, на которой я останавливался. Для стабилизации конечностей отломков. У нас был травматолог, оснащенный травматологом. Сразу выполнена террористическая и террористическая обработка раны с установкой аппарата внешней фиксации. Завтра этот пациент уже на кастелях передвигается. Без травматолога и без этой помощи ему было бы наложено шнаддитрикса. И он бы еще лежал бы долго, так сказать, до следующего этапа эвакуации. Вот здесь, на этих слайдах, представлен раненый с сочетным ранением. Вот тяжелое ранение предплечья с повреждением плеча, с повреждением магистральных сосудов. Вот жгут, вот после снятия жгута, вот такая картина. Вот, повреждение магистрального сосуда, сосуда плечевой артерии. Сосудистый хирург выполнил протезирование автовеной. Вот, и вот вид окончательной ран. Восстановлено кровообращение на конечности и наложен аппарат внешней фиксации для стабилизации перелома. Вот такой раненый дальше отправлялся на тыловые уже этапы лечения, одолечивания. То есть, в этой ситуации выполнено было максимальный объем, максимально возможный объем помощи. Была у нас стойка лапароскопическая, и мы выполняли достаточно много лапароскопий по поводу ранения. Допустим, лапароскопически выявлено ранение тонкой кишки, сквозной вот осколок. Этому пациенту будет избежать лапародомии. Лапароскопически спроецировали эту рану через мини-разрез 3-4 см. Кишку вытащили, ушили, погрузили. Они проще переносят. И вот, допустим, картина интересная. Боли в животе, видно входное отверстие в районе ягодицы. Вроде бы непонятно, где осколок. В лапароскопередоле он прошел снаружи через мышцы, через клетчатку подкожную и застрял в предгрышинной клетчатке. То есть он грышину не пробил. Хотя, в общем-то, не имея такой аппаратуры, мы пошли в малопародомии. Ну и что бы мы добились? Разрезали, а осколок, вон он там торчит, снаружи. Вот. Виталий Юрьевич. Время. Ускоряешь. Вот так. Просил бы вас, покажите, начальника госпиталя. Есть у вас континент? Сейчас. Значит, вот лапароскопия, осмолка кровотечения окончательная. Далее. Это специализированная помощь по поводу ранения гортолетчика при падении гортолета. К сожалению, мы его стабилизировали, отправили в Днепропетровск. Но, к сожалению, травма нестабильная жизнь через неделю он погиб. Палат интенсивной терапии, куда раненые доставлялись. И медицинская эвакуация. То есть, раненые после операции эвакуировались в заловые госпиталя. В Днепропетровска. Вот доставка в Днепропетровск. Это скорая помощь в Днепропетровск. И затем уже через неделю, через две недели специальным самолетом по госпиталям тыла. Аэромедицинская эвакуация. Вот так мы загружали раненых вертолетов на отправку в Днепропетровск. Большую роль и большую помощь мы получали от нашего медицинского университета. Валерия Николаевича гуманитарную помощь привозили. Волонтеров помощь была серьезная. Спасибо им большое. И на каких выводах я хотел бы остановиться. Нам в этой войне необходимо максимальное приближение специализированной помощи к очагу санитарных потерью. Далее. Мы утеряли то, что было очень важно и очень серьезно. У нас утеряна подготовка военных хирургов, военных врачей в медицинских вузах. И естественно в этих условиях необходимо преподавание курса военно-болевой хирургии в вузах. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 .